Я напомню про Антонину Зимину. Ей 38 лет, она села на 13,5 лет до войны еще, и дело было на ее собственной свадьбе. Она выходила замуж за мужчину по фамилии Антонец, и это был год, наверное, 16-й, и на свадьбе были однокурсники жениха, то есть мужа, и один из них оказался сотрудником ФСБ. И то, что его сфотографировали, и он оказался на свадьбе на фотографиях, он посчитал, что это государственная измена, и его вскрыли, сдали и так далее. И началось уголовное дело, о котором до сих пор мало что знаем, потому что статья 275-й измены родины, она и у Антонина, и ее мужа, он тоже сидит. У него 12,5 лет, у него на полгода поменьше. И после этого Антонина, она вообще специалист по политике стран Балтии, она была обвинена в сотрудничестве с латышской разведкой, заодно и мужа обвинили, которая не имела никакого доступа, никаким секретом, правда, как Антонина, собственно. Были обвинены и осуждены еще, это было до войны, в 1920 году они получили свои сроки. Они сидят в Ленинградской области, они жители Калининграда. И Антонина с самого начала, она сидит в колонии номер 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области, она с самого начала повела себя как человек, который будет бороться за собственное достоинство, за свое достоинство. И надо сказать, что Антонина всегда еще и борется за других. Она пишет, что у нее в отряде одна женщина онкологическая, одна женщина не может вставать, ее гонят на зарядку. Она пытается помочь и другим. Это не первый случай такого острого конфликта администрации с Антониной. Надо сказать, что уже вот в этом году, я помню, она несколько раз сидела в ШИЗО, потом она переведена была в СУС, строгие условия содержания. Значит, какие к ней претензии? Она, работая на швейке, она весной боролась с тем, что на промке на этом швейном цеху в женском туалете сняли двери с петель, то есть как-то открытое теперь пространство туалетное, в рамках борьбы с курением. Значит, курить нельзя, поэтому в туалетах снимаются двери, при этом сотрудники, кто приходит проверять, что здесь не курят, они ходят с видеорегистраторами. То есть если ты сидишь на унитазе, то, в общем, тебя снимают в кино. Собственно, вот эта борьба со снятыми дверями у нее закончилась позитивно. Ее хоть и посадили в ШИЗО, но двери вернули. И то есть она вполне себе победила. А сейчас речь идет о том, что... Зайна написала большое письмо, где подробно рассказала, как ее начали шмонать. Пришел новый начальник, его зовут Артем Горшков. И впервые при этом начальники, то есть вопреки всем правилам ВСИН, всем правилам внутреннего распорядка, всем ПВР, ее заставляют приседать, чтобы понять, есть ли запрещенные места в разных укромных уголках нашего организма. Предметы, да. Заставляют приседать без одежды и на видеокамеру. На видеокамеру два регистратора. Она отказалась это делать. А действительно, это делать запрещено. Она отказалась это делать, потому что доступ к этим записям имеют в том числе и мужчины-сотрудники, за что была отправлена в ШИЗО. Ее заставили писать объяснение. У нее поднялось давление. Пришел врач, сказал, что давление-то нормальное, 160 на 111. И принесли листы бумаги для того, чтобы она написала объяснение, почему она лежит при давлении 162 на 111. Она достала мойку, то есть лезвие, и вскрыла себе вены. Ну, вот эти действия сотрудников. Ведь, очевидно, если это запрещено заставлять раздеваться и приседать под видеорегистратор, то последствия какие-то должны быть? Ну, вы знаете, нет, ничего не будет сотрудником, хотя бы потому, что Антонина политзаключенная. Антонина – человек, например, который не перестает, например, бороться с вербовкой женщины в колонии в этой, а вербовка там идет вовсю, например, на войну. И надо сказать, что вообще отношение к женщинам политзаключенным практически везде очень-очень плохое. Мы знаем с вами о судьбе журналистки Марии Пономаренко. Сейчас очень много говорят и пишут, вообще-то надо больше. О судьбе студентки Томасской Татьяны Лолитиной. Она, на мой взгляд, очень талантливая художница, которая тоже была суждена за госизмену, за то, что перевела 24 февраля 1922 года 10 долларов в СУ. И там издевательство вообще невероятное тоже. Ее приговор вступил в законную силу, она была на апелляции из Томска через Новосибирск в город Мариинск. Потом ее вернули назад в Новосибирск, в СИЗО, где не дали ни передачи от матери, ни сухой паек, ни медицинскую помощь, ничего. Ознакомили ее с уступившим силой приговором, просто зачитали приговор и отправили этапом назад. В Кемеровскую область на этот раз. Понимаете, надо проехать несколько этапов, несколько пересыльных тюрем, несколько СИЗО. Для того, чтобы тебе зачитали бумажку, которую тебе обязаны послать по почте. И тем же порядком назад выбирать колонию. То есть она еще не знает, какую колонию она будет сидеть. Она, конечно, не имеет права выбирать, это выбирает начальство. При всем при том, что ждала передачи от мамы, лекарства от мамы, сухой паек был положен. Нет, нет, нет. Потому что могут. Потому что могут. А сейчас что с Антониной? Каким образом вообще это дело может развиваться? Я думаю, что оно будет развиваться. Оно пока печально. Потому что, конечно, у нее уже есть профучет. То есть красная полоса в деле, как склонны к побегу. Что довольно странно. И я думаю, что сейчас у нее будет полоса, склонна к суициду. То есть это тоже профучет. У нее и так, в общем-то, не было перспектив на УДО. Но это все больше и больше их отдаляет. Насколько я знаю, сейчас Антонина не в колонии. И, насколько я знаю, она на экспертизе. И на самом деле может развиваться эта ситуация самым худшим образом. Например, ее могут перевезти из колонии просто в тюремную больницу. В психиатрическую. Мы все время говорим о том, как возвращаются советские практики. Но то, что возвращается советская практика репрессивной психиатрии, то есть это уже медицинский факт, давно случившийся.